Доброе утро, ребята. Приветствую вас на торговой сессии среды. Возвращаемся на финансовые рынки, которые становятся все интереснее и интереснее, по крайней мере волонтильности, не оставляя это сомнений. Можно посмотреть на динамику вчерашнего евро-доллара и доллара японской иены, что в принципе еще больше приближает нас к нашим долгосрочным фундаментальным идеям, которые вот-вот будут реализованы. Прежде чем перейдем к нашим первым, скажем, анализируемым активам, это нефть и российская валюта, также хочу снова анонсировать наши ежедневные бонусы, которые действуют на пополнение плюс к тем акциям, характерным сейчас для нашей компании. Величина сегодняшнего бонуса 6%, и мы считаем то, что сейчас таким выгодным приложением непременно нужно пользоваться, опять же, по той причине, что эти бонусы существенно расширяют покупательские способности ваших депозитов. Это очень важно сейчас, когда волатильность в прямом смысле зашкаливает. Волатильность, соответственно, открывает возможности для спекулятивных сделок, а спекулятивные сделки в каткосрочном эффекте это одни из самых интересных и прибыльных. Теперь, собственно, давайте переходим к нефти, открываем бренд наш и параллельно есть возможность последить еще и динамику USD-раба. Что касается бренда, последние торговые сессии ясно указывают на то, что нефть, главный мегаресурс России, сейчас находится под достаточно серьезным фундаментальным прессом. Причин хоть отбавляй, мы постоянно погружаемся с головой в рынки, ища дополнительные поводы, статистические данные, подтверждения, указывающие на то, что сейчас, в частности, единственное, наверное, что может позволить выкарабкаться нефти с тех локальных минимумов, на которых она торгуется сейчас, это решение о том, что санкции с Ирана сняты не будут, либо очень хорошее, оптимистичное представление о будущих темпах роста мировой экономики в целом. Допустим, если мы увидим какой-нибудь сверхоптимистичный прогноз со стороны рейтинговых агентств и инвестиционных банков. Но пока это те факторы, которые являются лишь грезами для тех трейдеров, которые делают ставку на усиление позиций нефти, мы, разумеется, работаем с фактами. Сейчас эти факты указывают на то, что нефть нужно продолжать продавать последовательно, полномерно, как, собственно, я надеюсь, вы делаете уже очень давно. Уже бренд свалился с отметки 69, он торгуется ниже 60, еще ближе, скажем, находясь к уровню 55, который является нашей каткосрочной целью, точнее, среднесрочной целью. Но сейчас, учитывая то, что до этой цели осталось совсем чуть-чуть, для тех, кто присоединится к этой идее сейчас, это больше каткосрочная инвестиционная идея. Для тех, кто с нами находится в этой сделке довольно-таки давно, это долгосрочная идея, которая также вот-вот будет реализована. Сегодня я пришел к вам с статистикой очередной по нефти. Это статистика по, скажем, нефтяному картелю, касательно их оценки спроса на потребление, спроса на нефть до конца этого года и актуальные объемы производства. Здесь нефти радоваться нечем. ОПЕК считает то, что спрос может упасть больше, чем на 100 тысяч баррелей в сутки до конца этого года. Что касается их позиции, то они не изменяют своим правилам. Мы констатировали, что последние 4 месяца, даже несмотря на текущую квоту в 30 миллионов баррелей в сутки, они постепенно увеличивают производственные мощности, задействуют все больше возможностей для производства и в итоге выкидывают на рынок куда больше 30 миллионов баррелей в сутки. Раньше, помните, последний показатель, это июньский, мы обращались к нему в последний раз. Объемы производства, выработки нефти со стороны нефтяного картеля около 32 миллионов баррелей в сутки. За последний месяц, по сути неполный, объемы производства со стороны ОПЕК увеличились еще практически на 280 тысяч баррелей в сутки. Поэтому предложение снова у нас зашкаливает, увеличивается. Вспомним рост буровых в США, вспомним то, что запасники приближаются к номинальным показателям в Кушинге, что по принципу цепной реакции расходится по прочим нефтяным хабам, характерным для американского рынка. Сегодня у нас еще оценка ОПИ по запасам нефти США, завтра уже официальные данные от Минэнерго. И последнее сообщение в целом от Министерства энергетики, то, что также пересмотрены прогнозы уже в глобальном смысле. И это еще дополнительные факторы и аргументы в пользу того, что нефть находится, скажем, под серьезным давлением. И похоже, это новый цикл ценовой для энергоресурсов. Может быть, он станет такой повседневной реальностью в самое ближайшее время. И, может быть, хотя даже не может быть, если вы начнете активно мониторить рынки, в принципе, пытаясь определить перспективы совсем на 2-3 года вперед, я думаю, что вы сможете непременно наткнуться на несколько таких серьезных фундаментальных статей, указывающих на то, что период сверхдорогой нефти уже давно закончен. И, быть может, 90 и 100 по бренду мы уже не увидим никогда. Сейчас начинается последовательный переход от традиционных активов, прежде всего, нефти, к, скажем, альтернативным видам источников топлива. И я думаю, что ту коррекцию, которую мы наблюдали, в частности, в 2013 году, это начало того самого переломного момента, который сейчас обретает новую реальность. Мы продолжаем делать ставку на те уровни, которые для нефти более оправданы, и это значения, которые располагаются сейчас в районе 55. Хотя, в целом, я думаю, что мы сможем в случае пробития этой поддержки спуститься еще ниже. Текущие актуальные котировки примерно 57,3. Если вы посмотрите на дневные свечи, уже вторая по счету, такая серьезная разгрузочная ценовая формация и модель, которая может быть продолжена. Что касается рубля, USDRAP, также откройте графики, сейчас у нас есть возможность оценить только премаркет, но понятно, что если сдает позиции нефти, то, исходя из коррекционной, точнее, такой копирующей природы поведения рубля и нефти, можно сказать, что такое же давление сейчас характерно и для российской валюты. Рубль у нас продолжает, точнее, доллар против рубля двигаться в район 57, до этой отметки остается чуть-чуть, актуальные котировки 56,70. Но, учитывая уже активную разгрузку нефти на азиатской сессии, я думаю, что 57 вполне реальный рубеж для пары USDRAP, который может быть уже протестирован сегодня. В случае дальнейшего кредитационного импульса, мы, разумеется, будем делать ставку на ту цель, которую поставили давно, но это USDRAP 58-59. Пока что на рынке нет предпосылок для усиления позиции российской валюты. Хотя, все ближе до следующего периода налоговых платежей со стороны российских экспортеров. Но до этой темы остается еще неделя, пока на нее давайте не обращать внимания, а больше руководствоваться той реальностью, которая присутствует на рынке. Так, идем дальше. Евро, доллар, откройте дневные свечи, посмотрите вчерашнюю торговую сессию. Активная разгрузка европейской валюты. И если мы видели то, что, по сути, локальный хай был обозначен в районе 1.12, то уже после стремительных потерь, которые понесла европейская валюта, это минус 200 пунктов и закрытие в районе 1.10. Сегодняшняя азиатская сессия явно указывает на тот факт, что евро продолжает находиться под фундаментальным давлением, поскольку евро-доллар уже, наверное, с начала брифинга прошло минут 10 уже, я думаю, что потерял еще больше. И торгуется, хотя могу ошибаться, актуальные котировки евро-доллар какие? Я думаю, что ниже уровня 1.10. Вернемся теперь к фундаментальной картине и тому, что же сейчас интересного и характерного для евро. Разумеется, в последние несколько месяцев мы внимательно следили за ситуацией по Греции. И сейчас можем уже прийти к выводу о том, что соглашения в том или ином виде достигнута стройкой кредиторов, по крайней мере, уже остро не поднимают вопрос, связанный с потенциальным выходом Греции из состава валютного блока. Что касается источников финансирования, Европейский центральный банк вчера согласился продлить программу экстренного кредитования для греческой банковской системы. Единственное, что эта программа не увеличена в своих объемах. Это прежние миллиарды, которые были заложены по итогам прошлого раунда этой доп. поддержки. И даже несмотря на то, что греческое правительство активно призывало Европейский центральный банк, чтобы увеличить емкость данной ликвидности и данного финансирования, ИЦБ был хладнокровен программа в прежних объемах. Дополнительные источники финансирования. Было принято решение в рамках заседания Еврогруппы и Еврокомиссии создать приватизационный фонд для Греции емкостью в 50 миллиардов евро за счет продажи греческих государственных активов. Опять же, как покажет себя этот фонд, уже будет ясно через несколько месяцев. Но я думаю, что, в принципе, раз деньги в Греции были нужны, это дополнительный источник финансирования. Это, наверное, больше позитив. Что касается общей программы поддержки, это третья уже по счету программа, то ее емкость составляет 86 миллиардов евро. Теперь, что касается подводных камней, может быть, и ставших причиной, вследствие которого соглашение, по сути, с тройкой корректоров не стало несомненным позитивом для главного валютного риска. Подводных камней, на самом деле, очень много. В ходе, по сути, 17-ти часового обсуждения в рамках саммита тройки корректоров и греческого правительства, было принято решение, конечно же, удовлетворить запрос Греции на финансирование. Но вот что касается предложений инициатив и реформ, то Греции пришлось расширить эту программу, потому что со стороны тройки было очень много вопросов касательно того, что не все меры были признаны полностью удовлетворительными. Греция вынуждена была пойти, точнее, цифра одобрила эти предложения, но это уже был документ, который разнится с тем документом, на основании которого заключить соглашение, собственно, ему поручило правительство Греции. То есть, быть может, он злоупотребил доверием и вышел за рамки своего мандата. Поэтому, прежде чем мы окончательно закроем вопрос по Греции, нужно еще посмотреть, как греческое правительство, парламент, в частности, отреагирует на новые реформы и предложения, на которые был вынужден пойти цифра. Поскольку позиция парламента в последнее время более-менее ясна, эта критика любых мер, которые касаются новой фискальной нагрузки на население, я думаю, что не обойдется без растянутых во время обсуждений, может быть, даже каких-то негативных комментариев. Еще большим подводным камнем выступает сейчас позиция министра финансов в Германии Шойбли. Это человек, который вовсе является явным критиком того, что Грецию вообще нужно было спасать. Напомню, что во время заседания Еврогруппы в субботу еще по ходу саммита именно о Шойбле высказывался в пользу того, что Грецию вообще нужно выкинуть из состава валютного блока и исключить из зоны евро как минимум на 5 лет. Потому что в текущей ситуации, в текущих экономических реалиях даже доп. финансирование уже не поможет греческому правительству. И даже если сейчас деньги будут предоставлены, эти 86 миллиардов евро, которые закладывались в основу уже новой сделки, это будут деньги просто выброшенные в трубу. Потому что спустя еще год-полтора мы снова, будучи трейдерами и инвесторами, которые активно анализируют ситуацию на рынке, вернемся к Греции с обсуждением тех же самых актуальных проблем. Заоблачный государственный долг, отсутствие возможности для исполнения своих долговых обязательств. Поэтому снова услышим призывы греческого правительства о том, что необходимо прибегнуть к мерам номинального списания государственного долга и предоставить им дополнительные источники ликвидности. Напомню, что в исторической практике действительно все было так, как отмечал Шойбли. В 2011 году Греции списали 50% долга. Спустя еще почти 8 месяцев еще 30% долга. Сейчас, по сути, 2015 год, долг превышает 350 миллиардов евро, и Греция снова призывает списать им как минимум 50%, потому что иначе они не смогут восстановить финансовую систему. Поэтому сейчас позиция Шойбли окончательное решение, и в принципе решение еще и стран еврозоны, еврогруппы, касательно нового уже пакета реформ, оно еще впереди. Быть может, до конца этой недели у нас появится больше конкретики, но, по крайней мере, рынку обещают ожидать именно к концу недели прорывных решений, ну или, по крайней мере, конкретики относительно позиции как Шойбли, так и министров стран еврозоны в целом. Но пока мы, к сожалению, либо к счастью, все зависит от того, какую ставку на евро делали вы, не можем окончательно закрыть вопрос по Греции. И динамика евро подчеркивает тот факт, что на европейскую валюту сейчас в целом оказывается все равно очень много давления, хотя тут я на этой ноте предлагаю вам переключиться на другой фундаментальный фон, а сейчас, на мой взгляд, будучи более определяющим для перспектив евровалюты. Речь идет об объективной слабости в целом еврозоны. И если мы посмотрим последние макроэкономические данные, действительно все списывали на ситуацию с Грецией, отмечая, что именно те финансовые проблемы, которые характерны для этого маленького государства, сейчас по принципу домино распространяются на все страны еврозоны. Поэтому риски были характерны для еврозоны. В какой-то момент эти риски стали дисконтировать уже на стабильность и будущие перспективы других индикативов фондового рынка и рынка Форкс. То есть эти риски стали распространяться и на прочие развивающиеся площадки, и на развитые рынки тоже. Мы еще неделю назад в качестве дополнительных причин слабости нефти обозначали то, что в случае негативного сценария и объективной слабости валютного блока можно говорить о том, что будет снижен спрос на энергоресурсы, что в принципе является по-прежнему актуальной идеей, оказывающей давление на позиции энергоресурсов. Что касается сейчас валютного блока. Вы знаете то, что с марта этого года действует в рамках валютного блока программа количественного смягчения суммы в 60 миллиардов евро. Она будет действовать до сентября 2016 года, и за этот период баланс Европейского центрального банка может быть увеличен на 1 миллиард евро. Ключевая задача – это остановить сползание экономики в дефляционной пропасти. С момента запуска программы количественного смягчения, которая стала вынужденной мерой, прошло практически уже с натяжкой полгода, но, к сожалению, за достаточно большой период времени, два квартала, еврозона через такую меру агрессивного стимулирования не смогла решить проблему с низкой инфляцией и, по сути, с дефляцией. На этой неделе нас ожидает отчет по индексу потребительских цен и, если вы посмотрите на прогнозы, то сможете увидеть, что в месячном эквиваленте мы рискуем снова увидеть этот показатель в отрицательной зоне. Поэтому сейчас на фоне слабых макроэкономических данных, на фоне отсутствия прогресса в плане разгона инфляционного давления, стоит делать ставку на то, что по итогам этого четверга от Марио Драги мы сможем получить как минимум намек на то, что экономика нуждается в дополнительных мерах экономического стимулирования. Дополнительные меры экономического стимулирования, разумеется, речь идет о расширении программы количественного смягчения. Может быть, в перспективе мы увидим дополнительные объемы, которые пойдут на покупку облигаций в 10-15 миллиардов евро, но в целом это новый виток экономических стимулов, который непременно приведет к еще большему давлению на позиции евровалюты. Чтобы ясно подчеркнуть тот факт, что давление будет серьезным, достаточно посмотреть, с какого уровня просыпалась пара евро-доллар за последний год. Это все связано как раз со слабостью валютного блока и ожиданием мер экономического стимулирования, беспрецедентных мер экономического стимулирования. Это минус 1000 пунктов. И сейчас, опять же, по мере приближения к этой идее и по мере осознания того, что этот раунд экономических стимулов вот-вот станет реальностью для рынка и уже уходит из-за плоскости обсуждений и вербальных заявлений интервенции, сейчас больше аргументов, больше очевидности пользуют того, что пара евро-доллар продолжит снижаться в район паритета. Это прям совсем мега-долгосрочная идея. Хотя, учитывая, как евро реагирует на фон, связанный с доп. мерами экономического стимулирования, можно сказать, что пара очень быстро сможет потерять 300, 400 или 500 пунктов, особенно если QE будет действительно расширена. Поэтому сейчас мы, разумеется, говоря про перспективы евро-доллара, прекрасно осознаем тот факт, что вместе с Грецией проблемы не решены, есть еще более объемлющий фундаментальный фон, касающийся мер экономического стимулирования. По этой причине, собственно, продолжаем снижаться вслед за евро-долларом. Наша цель – это движение ниже уровня 1.08. Идем дальше. Доллар японская иена. Открываем график и смотрим актуальные котировки. На текущий момент примерно 123.20, а то и даже 30. Ну, может быть, даже чуть ниже. В общем, вряд ли ниже 123. А вчерашний клоус – 123.43. И за последние несколько дней совершенно очевидно, что американская валюта, по сути, компенсировала все потери, которые были понесены перед японским конкурентом за последние дни. Доллар явно набирает обороты. И, наверное, одним из основополагающих сейчас факторов роста является то же самое разрешение ситуации по Греции. Вспомним комментарии со стороны Джанет Йеллен, которая в ходе последних протоколов ясно дала понять, что риски, связанные с реализацией негативного сценария по еврозоне, может стать причиной для стабильности и американской экономики в целом. Поэтому лучше сейчас повременить с мерами ужесточения монетарной политики, с повышением процентной ставки, и дождаться, пока ситуация не будет разрешена. Сейчас, в принципе, можем говорить, что риски уже не так актуальны, поэтому эту тему можно убрать на второй или даже третий план, а значит ФРС нужно фокусироваться уже на основных фундаментальных показателях, на макроэкономической статистике и на прежних доводах и аргументах, указывающих на то, что ФРС и американская экономика, в принципе, вкупе готовы к тому, чтобы анонсировать на рынке долгожданное фундаментальное решение по повышению процентной ставки. Доллар прекрасно это понимает, растет, движется в район 125, до этого уровня остается совсем чуть-чуть, и еще одним серьезным фактором поддержки для доллара выступает уже и очевидный рост доходности американских облигаций, поскольку если речь идет об ужесточении монетарной политики, то, разумеется, здесь мы увидим снижение стоимости этих облигаций, но рост доходности. И если, опять же, сравним американские трежери с немецкими бумагами, там, напротив, доходности продолжают снижаться, поскольку речь идет о новых экономических стимулах, что провоцирует определенные риски за способности экономики преодолеть проблемы и приводит к притоку инвестиций как раз в расположение этих облигаций. Доходность начинает на фоне роста спроса снижаться, и параллельно снижается привлекательность той же самой евровалюты, а вот конкурента евро-доллар на этом фоне только выигрывает. Поэтому USD и иена у нас по-прежнему заряжена на неплохой рост, ждем 125, и сейчас все располагает к этому. На этой неделе нас ждут данные по роничным продажам и еще данные по инфляции. Очень важный отчет. Роничные продажи позволят нам оценить следующие показатели по темпам экономического роста ВВП, которые, я думаю, будут очень неплохими. Что касается инфляции, ну это по сути единственное, что тормозит сейчас ФРС от повышения ставки. То есть если мы увидим, что индекс потребительских цен сохраняет тенденцию постепенного, пусть и не быстрого, но все-таки увеличения, значит будем готовиться к прорывным и очень значимым решениям по итогам сентября 2015 года. Ну а так в целом ожидаем повышения ставки до конца 2015 года, что дополнительно указывает на особую привлекательность лонговых позиций по паре доллар-японская иена. Еще хотел пару слов сказать про USDCAD. Если откроете графики, посмотрите, что вчера эта пара уже оказалась в районе 4-месячного максимума. Соответственно, канадец на минимуме за 4 месяца. Что сейчас бьет по позициям канадца? Разумеется, снижение цен на нефть, но еще большее это ожидание снижения процентной ставки, которая сейчас находится на уровне 0,75, но по мнению моему субъективному, конечно же, но еще на многих экономистов ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов. Почему? Потому что сейчас все больше рисков, характерных для канадской экономики. Мы, в частности, вчера на брифинге говорили про те проблемы, которые характерны для Канады, сейчас констатировали еще слабости рынка труда. Поэтому, в целом, если Канада не хочет распрощаться с каким-то даже намеком и посылом на более-менее адекватные показатели по экономическому расширению, нужно прибегать к новым мерам экономического стимулирования, нужно спасать и поддерживать экономику. И сейчас самым лучшим сценарием для Канады является дополнительное смягчение политики и снижение процентной ставки. Если это случится, то уровень 1.28 мы очень быстро пройдем, в частности, вчера локальный хай был 1.27, практически 1.28, чуть-чуть не достали этого сопротивления, но это вопрос времени. Если уровень 1.28 останется позади, станет уже поддержкой, дальше мы наценимся на реализацию нашей долгосрочной идеи, касающейся того, что USDCAD может добраться до уровня 1.30. Что касается кодового слова на сегодня, это отпуск, поэтому еще раз напомню, что величина бонуса 6% это плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Чтобы воспользоваться им, достаточно обратиться к вашему персональному менеджеру и потребовать его начисления на пополнение. Вопросы есть? Большое спасибо за внимание, ждем комментариев и вопросов на нашем официальном канале Амаркетс, оставляйте их под видео окном. Всего доброго, до свидания.